Всем привет, добро пожаловать на ранний альфа доступ к Red Dead Redemption 2. Все 80 миллионов обладателей PS4 получили письмо с указанием тестить игру для ПК Бояр. Сроки поджимают, осталось всего 2 года и работы тут просто пиздец как много. Я поймал себя на ощущении, что я нисколько радуюсь игре, сколько тому, что ее у кого-то нет. И не спешите меня ненавидеть. Как еще относиться к следующим людям? Red Dead Redemption это пьедестал говна, потому что ее нет на моем ПК. Славься, пока гейминг ебать консольных холопов. То с какой яростью и подожженными жопами они бежали на Metacritic дизлайкать эту игру, это было великолепно. Специально здесь зарегистрировался, чтобы поставить ноль из-за того, что ее нет на ПК. Эти долбоебы ни GTA 5 не могли сделать сразу, ни эту хуйню. Где ПК-версия этой игры? Спасибо, Rockstar. Я никогда не куплю консоль и никогда больше не куплю ваши игры. Я не понимаю, что за принципиальная идеологическая ненависть к консолям. Ладно, если у тебя сложная финансовая обстановка, нет денег, консоли стоят очень дорого, игры вообще ужас. Или ты школьник, мамка жадная сука, не хочет тебе ничего покупать, я тебе прекрасно понимаю, к тебе вопросов нет. Но если у тебя есть деньги, нахуя ты не покупаешь консоль? Почему ты сознательно мимо себя пропускаешь такой огромный локомотив с шикарными эксклюзивами? Уже давно прошло то время, когда консольные игры это было тупое кинсо. Сегодня это огромные игры с сотнями часов геймплея. Bloodborne, Last of Us, God of War, Spider-Man, Horizon Zero Dawn, великолепная игра. И еще миллион всего другого, объясни зачем ты ноешь в комментариях. Но будем о хорошем. Red Dead Redemption 2. Это не будет обзор, ни слова про сюжет, атмосферу, сеттинг, геймплей, об этом будет потом. Я хочу показать, насколько глубоко реализован открытый мир в Red Dead Redemption 2, и насколько детально проработаны некоторые мелочи. И кстати, это не меню игры. Она и вправду настолько кинематографична. Но сперва слова о нашем потрясающем спонсоре. 11 ноября будет крупнейшая всемирная распродажа, в том числе на Алиэкспресс и море других магазинов. Вы-то можете что-нибудь себе купить, а можете с этой покупки еще и вернуть себе деньги. И рекомендую это делать с помощью кэшбэк-сервиса Мегабонус. Это сервис, который возвращает деньги с каждой покупки в более чем тысячи популярных интернет-магазинах. Вещи, книги, техника, со всего можно получить деньги обратно. Сервис работает абсолютно по всему миру и работает очень просто. Устанавливаешь расширение в браузер, зарегистрировался и забыл. Кстати, в браузере вы сразу можете видеть процент возврата. Что очень важно, сервис вас ощущает от ненадежных продавцов на Алиэкспресс, сообщая об этом вам. Вот это реально прикольно. Также вы можете отслеживать снижение цен на интересующий вас товар. Если вы регулярно совершаете покупки в интернете, то кэшбэк необходим как воздух. Переходи по ссылке в описании, используй мой промокод для получения бонусов и получай бабки обратно. Могу рекомендовать. Сейчас будьте внимательны. В следующий момент в редакцию нам прислал подписчик, где мы наблюдаем, что в свежем, образовавшемся на грязи следу, убранная нога создает рябь в воде. Внимание на правую ногу. Внутри только что свежего следа вода под воздействием ноги шевелится. Затем смотрите, насколько реалистично сапог выдавливает из грязи след. Оттуда идут бульки, вода и грязь. Вот это графон. Убив человека, вы его поднимаете и его кровь остается на ваших плечах. Притом, если у него урон получен в ногу или в голову, то на одежде не останется, потому что рана не соприкасается с вашим плечом. Рана может заляпать окружающую среду, след крови у раненого животного или персонажа тоже остается. Да, разработчики явно неравнодушны кровью. Все, что с ней связано, проработано неприлично прекрасно. Подстреленный заяц, упавший в воду, его кровь будет подниматься наверх. Вы согласны, что эту игру надо нахуй запрещать в России? Это вам не до К2 с эльфами, педофилами, зомби и так далее. Если очередной эксперт увидит эту игру, он просто будет в шоке. Но мы можем не беспокоиться, потому что она только на консоли, а у дегенератов к ней доступа просто не будет. Следующую деталь я подсмотрел у американского ютубера. Сам бы на эту деталь я не обратил внимания. Перед выстрелом он опускает курок. Если вы считаете, что курок это другое, то учите матчасть, пожалуйста. Совершенно во всех играх ты застаешь и сразу начинаешь стрелять. Здесь же иначе. Здесь рокстар. Я ни в одной игре не видел настолько проработанных лошадей, как в Red Dead Redemption. Эти животные здесь по-настоящему прекрасны. Ты любишь и ненавидишь их одновременно. Ты можешь делать лошади прически, покупать обвесы. Ей даже можно дать имя и любить ее всей своей душой. Во всех играх при скачке лошадь автоматически избегает препятствий. Перепрыгивает, либо объезжает. Здесь... Не совсем так. Не стоит думать, что в Ведьмаке ситуация лучше. Деревья плотва либо автоматически объезжает, либо и вовсе останавливается. Плотва, в принципе, достаточно всратая лошадь. И каждое ее движение это, ну оно смешное. Я не пытаюсь каким-то образом принизить Ведьмака. Это абсолютно разные игры, созданные разными студиями, в разное время, с абсолютно разным бюджетом. Просто сухой факт. В Ведьмаке намного хуже. Вот прям намного хуже. Более того, ты также не застрахованный от конного ДТП. Притом, после удара ты теряешь ХП и твоя лошадь его теряет. Вернемся к ассасину. Как у нас там дела? Я на скале, прыгаю с нее и коню просто поебать. Он встал и поскакал. Мне также показалось странным, что наездник падает вместе с лошадью и не отлетает от нее, словно приклеенный. Вы запомнили, как это было в ассасине. А теперь как это в РДР-2. Малюсенький спуск, лошадь наебнулась, всадник отлетел. Всадник теперь мокрый и грязный, и лошадь его. Посмотрите на ее рожу, она упала в грязь. Эта игра не может не вызывать восхищения. Это потрясающе. Конь не машина, у него есть чувство. Если вы ему не понравитесь, он втащит вам копытами. Посмотрите, насколько естественно он меня пиздит. Охуенно. При ходьбе у коня, если присмотреться, то двигаются мышцы. А если посмотреть на задние копыта, то даже образуются складки. Он какает, он устает, его надо лечить. А если не будете, то он умрет, и это очень плохо. Потому что коня вы прокачиваете, плюс он к вам привыкает. Если он умрет, все, все заново начинать с новым конем. Если вы будете плыть, то конь будет держать голову над водой, чтобы дышать. Что в Ведьмаке, что в Ассасине, если ты мчишься к стене, лошадь разворачивается автоматически. Здесь лошадь умная, она мчится, а потом останавливается сама. Ты разгоняешься, но лошадь тормозит, потому что она понимает, что ей будет больно. Это и просто похуй. При этом еще грациозно встанет и поскачет дальше. Все очень просто. Когда ты делаешь одну игру 7 лет, а не раз в 2 года, то у тебя есть время позаботиться о таких мелочах. Я уверен, что если бы Ubisoft перешли ровно на такие же самые рельсы со своим Ассасином, то результат был бы явно не хуже. Однако качество и проработку променяли на скорость и количество, лишь бы денег быстрее да побольше заработать. Но в итоге и денег меньше, да еще и люди от франшизы отворачиваются. Кстати, Origins даже на фоне RDR 2 смотрится весьма неплохо. Но в RDR 2 какая-то превосходная работа со светом, какие-то особенные цветовые фильтры, из-за этого абсолютно другой экспириенс. У Ассасина с этим похуже, из-за этого он больше похож на комикс какой-то. Физика движения все-таки не идеальная, копыты не всегда правильно становятся на текстуру, бывает тупит. Но именно в эти моменты ты понимаешь, что, а, блядь, это игра, а то я уже совсем забыл. Я не знаю ни одну игру, где лошади были бы реализованы лучше. Без исключения все заметили просто пиздато физичный снег. И это правда, снег действительно до невероятности натуральный. Что самое крутое, следы запоминаются и очень долгие, и они очень длинные. Во всех играх ты чуть-чуть не посмотришь в сторону следов и все, они типа заметутся. Ну вот, например, Ассасин. Технически Ассасин достаточно солидная игра, и посмотрите на следы лошадей. Они исчезают на глазах. Такое себе Rockstar не позволили сделать. Ты проходишь пару метров, и они просто исчезают. И так далеко не только в Ассасине, практически во всех играх. Ведь в Маке ситуация приблизительно идентичная. Не подумайте, исчезающие следы не делают эту безупречную игру хуже. Просто Rockstar-овцам это добавляет комплиментов, потому что в их игре запоминающийся путь из следов он очень долгий. Это же самое касается и грязи. Мало того, что следы такие сочные, жирные, ух, спустя большое расстояние ты возвращаешься обратно, и ты обнаруживаешь, что они находятся на месте. Никуда они не пропали. Еще одна да безумие интересная деталь. Если ты пригнешься, и твоя рука будет касаться снега, да, она тоже оставляет след. Это реально потрясающе. Следующий момент заметили абсолютно все. Если ты подбегаешь к дереву, на котором много снега, он с него будет падать. Причем очень важная деталь. Осыпется не все дерево, а только та часть, к которой ты притронулся. Вот это графон! Дверь можно открыть элегантно, а можно их выбить нахуй. И при этом у них разбиваются стекла. Но что самое интересное, если ты второй раз так сделаешь, стекла еще сильнее разобьются. Третий раз сделаешь, еще сильнее разобьются. Возьмем какого-нибудь Ассасина, или Фар Край, или Лару Крофт, Ведьмака, или любую другую игру, в которой есть охота. Как она происходит? Ты запускаешь стрелу, она попадает в животное, и он падает. В RDR 2 это происходит так, что, наверное, я не буду этого показывать на ютубе, лучше расскажу. Если ты не попадаешь в голову, животное падает, и начинает стонать до такой степени, что прям вот очень неприятно. Из него хлещет огромное количество крови. В агонии он пытается двигаться, тебе его максимально жалко, но игра тебя заставляет еще его убить. Он достает, ну, блядь, там, короче, полный пиздец, на ютубе я бы такое не стал показывать. Стоит ли мне говорить, что модельки предметов здесь явно не как в Call of Duty реализованы, каждый из них это отдельный самостоятельный предмет. Какой-нибудь забор можно запросто разобрать в мозаику. Я понимаю, насколько это мелочь, но она проработана, и меня это впечатляет. В батле, например, при аналогичной ситуации разрушается весь забор сразу, а не как в Red Dead Redemption по кусочку. Враг контролирует все цели. Вот это графон! Теперь экспресс детали. Когда ты покупаешь оружие, ты его покупаешь через журнал, и он очень похож на реальный журнал того времени, с точным описанием оружия. Пользователи заметили, что небо в Red Dead Redemption очень сильно соответствует реальному. Астрологи обнаружили созвездие. В игре есть физичные камушки. Кстати, нечто подобное было в Uncharted 4, правда ради. Ну и, конечно, сжимающийся от холода яички коня. Но их я показывать не буду, потому что YouTube такие детали не особо ценит. Я перечислил только то, что обнаружил за столь малое количество наигранного времени. Я ни слова не сказал про сюжетные детали, коих огромное множество, и это тема вообще отдельного видео. Ни слова про то, что в игре чертова гора пасхалок, тот же Йети, например, и это тоже тема кучи отдельных роликов. А еще остается сюжет, и геймплей это действительно великая игра. Именно такие проекты, вне сомнения, оставляют след в истории этой индустрии. За эксклюзивность таких игр платят, и платят очень дорого. Какой бы пиратской и читерской платформы пока не был, игра там должна выйти, потому что это все равно дополнительные деньги для издателя. И на 90% я уверен, что она там выйдет. Через год или два, но будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...